Здравствуйте, товарищи служители Приморские марксисты! Сегодня наступил апрель, закончился месяц март, как мы говорили с вами еще в начале его о том, что это месяц 105 годовщины со дня учреждения Коминтерна, а точнее помните, что именно 4 марта произошло это. И сегодня мы вашему вниманию хотим предложить некоторый обзор деятельности третьего Коминтерна, который был учрежден в марте 1919 года. Кратко пройдемся по всем его конгрессам. Итак, первый конгресс это то, что он проходил со 2 по 6 марта 1919 года в Москве. Это был международный съезд коммунистов. Он основал третий коммунистический интернационал, который стал союзом рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах. Так было записано в решении этого конгресса. На конгрессе присутствовало всего 52 делегата от 30 партий и групп из 21 страны мира. А надо сказать, что через 5 лет, к 22 году, компартии входящих в Коминтерн объединяли уже более полутора миллиона человек. То есть развивалось это объединение коммунистов. И довольно активно развивалось. И присутствовали из 21 страны мира делегаты. И это тогда, когда Европа и весь мир еще не остыли от мировой войны, а когда молодая советская республика еще вся полыхала огнем гражданской войны. И тем не менее, в этих странах, вот в этих 21 стране, образовались компартии. Их делегаты не побоялись приехать в Москву через бесконечные линии фронтов. Главным на первом конгрессе был вопрос о буржуазной демократии и диктатуре пронитариата. А не диктатуре вообще и демократии вообще. То есть вот эти понятия на этом конгрессе демократии буржуазной и диктатуры пронитариата, а также отношение к буржуазным понятиям, таким как диктатура вообще и демократия вообще, был основным вопросом. И в связи с этим конгресс четко определил, что главная задача коммунистических партий во всех странах, где еще не существует советской власти, заключается в следующих понятиях. Первое. Это разъяснение широким массам рабочего класса исторического значения политической и исторической необходимости новой пролетарской демократии, которая должна быть поставлена на место буржуазной демократии и парламентаризма. Вторая задача, которую поставил конгресс, это распространение и организация советов среди рабочих всех отраслей промышленности и среди солдат армии и флота, а также среди батраков и бедных крестьян. То есть распространение и организация советов. И третья задача, это основание внутри советов прочного коммунистического большинства. Вот конгресс так поставил задачу коммунистическим партиям. Подытожив работу этого первого конгресса, Ленин писал, «Прочно только то в революции, что завоевано массами пролетариата. Записывать стоит только то, что действительно прочно завоевано». Основание третьего коммунистического интернационала в Москве было записью того, что завоевали не только русские, не только российские, но и международные пролетарские массы. И именно поэтому основание третьего коммунистического интернационала я сделала прочное. Вот так оценил или подытожил работу первого конгресса Владимир Ильич Ленин. И на конгрессе, и после его работы Владимир Ильич не уставал разъяснять всемирно-историческое значение Коминтерна, как притворение в жизнь диктатуры пролетариата сначала идейно, а потом реально. И с основанием Коминтерна наступила новая эпоха всемирной истории, говорил Ленин. По этому поводу он сказал, «Человечество сбрасывает с себя последнюю форму рабства, капиталистическое или наемное рабство. Освобождаясь от рабства, человечество впервые переходит к настоящей свободе». Вот такую мысль в итоге основания Коминтерна изложил Владимир Ильич Ленин. И надо сказать, вот еще что по поводу первого конгресса, что в основе организационной структуры Коминтерна был положен принцип демократического централизма. Каждая из представленных в интернационале партий имела право на полноценное представительство. Был образован Исполнительный комитет Коминтерна. Для руководства работы Исполнительного комитета были образованы Бюро Исполнительного комитета и Секретариат этого Исполнительного комитета. Было принято также решение об издании журнала «Коммунистический интернационал». Это теоретический орган Исполнительного комитета Коммунистического интернационала. И уже первый номер этого журнала вышел 1 мая 1919 года. То есть почти через 2 месяца после этого конгресса. Вот что хотелось сказать о первом конгрессе. Второй конгресс Коминтерна состоялся в Москве и проходил период с 19 июля по 7 августа 1920 года. То есть буквально через год после первого конгресса. На этом втором конгрессе обсудили и приняли устав Коминтерна. Была сформулирована цель работы Коммунистического интернационала, которая звучала так. Борьба всеми средствами и даже с оружием в руках за извержение международной буржуазии и создание международной Советской Республики как переходной ступени к полному уничтожению государства. Вот так была сформулирована цель. Второй конгресс Коминтерна сформулировал в основных чертах ту централизованную организационную структуру, которая была рассчитана на условия подъема революционной борьбы в мире, на подготовку и осуществление пролетарских революций во многих странах и победу в мировой революции. Ко второму конгрессу Коминтерна уже во многих странах существуют коммунистические партии и организации, но теперь в Коминтерн все чаще и чаще стали обращаться партии и группы, недавно еще принадлежавшие ко второму интернационалу, желающие войти в третий интернационал, но не ставшие на деле коммунистическими. Кроме того, в некоторых крупных партиях, таких как Итальянская, Шведская, Норвежская, Левославская и других, большинство которых стояло на почве коммунизма, до сих пор оставалось значительное реформистское и социал-пацифистское крыло, которое только ожидает момента, чтобы вновь поднять голову, начать активный саботаж пролетарской революции и тем помочь буржуазии и второму интернационалу. Именно поэтому было необходимо определить четкие и жесткие условия приемов Коминтерна. И такие условия были подготовлены, они были сформулированы Владимиром Ильичем Лениным и даже опубликованы для обсуждения еще до начала Коминтерна. Ну и на Коминтерне, на втором конгрессе, они были приняты. Я вкратце напомню эти 21 условия приемов Коммунистический интернационал, которые были вот сформулированы здесь на втором конгрессе и на этих условиях и рассматривались вопросы вступления. Итак, первое условие. Коммунистическая пропаганда и агитация в рамках установок третьего интернационала, в том числе и диктатуры пролетариата и необходимость подчинения партийных изданий ЦК партии. То есть должны, чтобы быть членом Коминтерна, нужно ввести агитацию в рамках установок третьего интернационала и чтобы партийные издания подчинялись ЦК партии. Второе условие. Систематическое удаление со всех постов реформистов и центристов и замена их коммунистами. Третье условие. Создание параллельного нелегального аппарата партии в сочетании легальных и нелегальных методов работы. Это там, где партии не могли существовать открыто, полностью легально. Четвертое условие. Систематическая пропаганда в войсках, в том числе и нелегальная. Пятое. Планомерная агитация в деревне через коммунистов, имеющих там связи. Шестое условие. Разоблачение социал-патриотизма и социал-пацифизма. Седьмое. Полный разрыв в кратчайшие сроки с реформизмом и политикой центра и пропагандой этого в своих рядах. Восьмое. Разоблачение своих, в кавычках, империалистов в колониях, поддержка национально-освободительных движений, агитация против национального угнетения. Девятое условие. Ведение работы в профсоюзах, кооперативах и других массовых организациях. Создание в них коммунистических ячеек, завоевание этих организаций на свою сторону. Это важное, конечно, условие работы именно с рабочим классом. Далее. Десятое условие. Ведение борьбы против международных организаций правого крыла профсоюзного движения и поддерживать международное объединение красных профсоюзов. Одиннадцатое условие. Подчинение парламентских фракций центральным комитетам партий, подчинение всей деятельности парламентария-коммуниста интересам революционной пропаганды и агитации. То есть, деятельность в парламентах должна заключаться в революционной пропаганде. А те, кто заявляет о том, что лимит на революции исчерпан, помните такое заявление, то вряд ли бы их приняли в третий интернационал. Одиннадцатое условие. Одиннадцатое мы уже озвучили. Двенадцатое. Построение партии на основе принципа демократического централизма. То есть, каждая партия, вступающая или состоящая в комитет, должна строить свою работу на принципе демократического централизма. Третье условие. Ведущие легальную работу партии должны осуществлять периодические чистки рядов от мелкобуржуазных элементов. Четырнадцатое условие. Оказание поддержки каждой советской республики в борьбе против контрреволюции. То есть, там, где установилась советская власть где-то, то все партии должны оказывать поддержку этим республикам. Пятнадцатое условие. Отказ от социал-демократической программы партии в пользу программы в духе постановлений Коминтерна. Программа, входящая в Коминтерн партии, утверждается Конгрессом Коминтерна или Исполнительным комитетом. Шестнадцатое условие. Постановление съездов Коминтерна и Исполнительного комитета обязательны для исполнения входящих в него партий. Семнадцатое условие. Партия должна сменить название и называться коммунистической. То есть, социал-демократические там или социалистические, еще какие-то партии, желающие вступить в Третий Коминтерн, они должны были изменить название и называться коммунистической. Восемнадцатое условие. Руководящие печатные органы партии должны печатать все важные документы Исполнительного комитета Коммунистического интернационала. Девятнадцатое условие. Принадлежащие к Коминтерну или вступающие в него партии должны в кратчайший срок созвать экстренный съезд партии, чтобы обсудить это обстоятельство. То есть, на съезде обсудить или вступать в Коминтерн или не вступать, или если уже вступили, то обсудить, как быть и чему должны отвечать эти члены партии, вступившие в Коминтерн. Двадцатое условие. В ЦК вступающих в Коминтерн партии должно быть не менее 2 трети членов еще до 2 Конгресса, высказавшихся за такое вступление. То есть, те, кто хочет вступить, не менее чем 2 трети членов ЦК должны быть согласны с таким вступлением. И 21 условие члены партии, отвергающие обязательства и тезисы Коминтерна должны быть исключены. Этот документ был принят 30 июня на 2 Конгрессе. Ну и я уже сказал, что автором этого документа был Владимир Ильич Ленин. Это вот что касается 2 Конгресса. Ну, дополнить еще могу сказать, что мы уже с вами несколько занятий предыдущих посвятили работе Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь девизны в коммунизме». Так вот, эта работа большую роль сыграла именно в деле укрепления Компартии перед 2 Конгрессом. Потому что она была специально Владимир Ильич Ленин написана именно в преддверии этого 2 Конгресса и была распространена среди всех членов, всех участников Конгресса. Вот что еще хочу добавить по поводу 2 Конгресса. Третий Конгресс состоялся в период с 22 июня по 12 июля 1921 года, тоже в Москве. Он поставил задачу завоевания большинства рабочего класса на основе тактики единого фронта. Конгресс одобрил доклад и тезисы Владимира Ильича Ленина о тактике РКПБ. То есть, с докладом выступил Владимир Ильич здесь на 3 Конгрессе именно о тактике РКПБ, то есть рассказал, ну как бы поделился опытом с участниками Конгресса, вот как действовала Российская Коммунистическая партия. Это вот что по третьему Конгрессу. Четвертый Конгресс состоялся в период с 5 ноября по 5 декабря 22 года. Значит, делегаты собрались в Москве, но первый день Конгресса прошел как бы в Ленинграде, ну тогда еще в Петрограде. То есть, ознакомились как бы всех участников Конгресса с городом, вот как бы с городом колыбелью нашей первой Великой Октябрьской социалистической революции. Вот, ну и на следующий день возвратились в Москву и продолжили работу уже в Москве. Этот четвертый Конгресс утвердил тезисы о тактике Единого фронта, которая обсуждалась на предыдущем Конгрессе, вот, а также заслушал доклад Владимира Ильича Ленина «5 лет Российской революции и перспективы мировой революции». Вот такой доклад. Ну и естественно, что вот эти вот первые четыре Конгресса, они, конечно, проходили под руководством, можно сказать, Владимира Ильича Ленина. Следующий, пятый Конгресс состоялся уже через два года. Он проходил с 17 июня по 8 июля 1924 года в городе Москве, он обобщил уроки и опыт классовых боев с 1918 по 1923 годы, подчеркнул первостепенное значение большевизации компартий, Конгресс одобрил решение РКПБ, осудившее троцкистскую группировку. То есть вопрос борьбы с троцкистом на этом Конгрессе стоял довольно остро. Далее, следующий, шестой Конгресс, также состоялся в Москве в период с 17 июля по 1 сентября 1928 года. Он утвердил программу коммунистического интернационала и определил тактическую линию компартий, исходя из перспективы пролетарской революции как непосредственной задачи дня. То есть в основном обсуждалась тактика на компартии для того, чтобы подойти к компартиям коммунистической пролетарской революции и это стояло главной задачей дня. Это вот что касается шестого Конгресса. Ну седьмой Конгресс состоялся уже через 7 лет после шестого. Он проходил в Москве с 25 июля по 20 августа 1935 года. То есть большой уже промежуток времени прошел после шестого Конгресса. Этот Конгресс состоялся на обстановке возросшей угрозы фашизма и войны. То есть к 35 году уже очень сильно возросла угроза фашизма. Фашизм властвовал уже в Италии, властвовал Германию, Гитлер пришел и так далее. И этот Конгресс вошел в историю как Конгресс борьбы за единый рабочий и народный фронт. Конгресс заслушал доклад Георгия Димитрова на тему наступления фашизма и задачи коммунистического интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма. То есть основной вопрос. Ну и хочу сказать, что вот заслушав доклад, было конечно принято решение, но и кроме того, что было принято решение, было принято как бы взято за научное определение фашизма, формулировку, которую предложил Георгий Димитров. Вот как тогда на этом Конгрессе сформулировали понятие фашизма. И было сформулировано так. Фашизм это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. То есть это порождение финансового капитала. И далее. Фашизм это не надклассовая власть. И не власть мелкой буржуазии или люмбин-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм это власть самого финансового капитала. Вот так было сформулировано. И еще было сказано, что фашизм во внешней политике это шовинизм в самой губейшей форме, культивирующей зоологическую ненависть против других народов. Вот так было сформулировано понятие фашизма. Как вы знаете, что в последнее время, в результате того, что произошло вооруженное столкновение между Россией и Украиной, что Россия пытается защитить русский и украинский народ от фашизма. И в этом плане некоторые европейские коммунистические партии по-разному стали оценивать происходящее событие. Вот особенно, значит, там греческая компартия рассматривает эти события как столкновение двух империалистических держав. Ну и также еще произошло и как бы раскол в понимании фашизма. То есть некоторые партии, особенно вот именно греческая компартия считают, что вот это понятие, которое было сформулировано на седьмом конгрессе фашизма, оно устарело, что оно уже не соответствует действительности, хотя так они и не предложили свою формулировку для того, чтобы, как же они понимают фашизм теперь. Пока вот это вот привело к расколу движения европейской коммунистической инициативы, можно сказать, и как бы тормозит развитие объединения коммунистов европейских стран. Ну и возвращаясь к седьмому конгрессу, нужно сказать, что решение седьмого конгресса в значительной мере определили программные и тактические установки компартии в последующие годы. Ну и на этом, собственно, это был последний конгресс Третьего коммунистического интернационала, больше он не собирался, а в итоге значит, что в 1939 году, помните, была развязана Вторая мировая война и, естественно, условия положения коммунистических партий в период Второй мировой войны, конечно, резко изменились. И компартии, конечно, все, практически большинство своим участвовали в борьбе с фашизмом, который инициировал эту войну. Ну, положение, конечно, их было различное и поэтому по ряду причин было принято решение, что и 15 мая 1943 года президиум исполкома Коммунистического интернационала, принял решение о распуске его, о распуске Коммунистического интернационала, Третьего Коммунистического интернационала, то есть он перестал существовать в 1943 году. Ну вот, что я хотел вам доложить, товарищи, по поводу истории Третьего Коммунистического интернационала. Пожалуйста, может какие-то вопросы возникли? Что-то может нужно уточнить? В условиях вступления интернационал чего-либо было сказано по поводу численности партий. Допустим, сейчас у нас есть очень большое количество партий, называющиеся коммунистические. Некоторые из них даже признают диктатуру пролетариата, но насчитывают 100-200 членов. Если собирать такие маленькие партии общей структуры, их будет очень много, а их в общем фоне просто будет нято. Как вы считаете, должно ли быть какое-то ограничение на численности? Я считаю, что ограничение по численности не должно быть, а вот ограничение, которые изложены в этих 21 пункте, если какому-то пункту не соответствует, то тогда, во всяком случае, вот третий коммунистический интернационал не принимал эти партии, если хотя бы одного пункта они не соответствовали. А вот по численности ограничений не было. Ну а сейчас, сейчас пока вопрос не стоит о создании снова коммунистического интернационала. Вопрос стоит, но пока не готовы большинство партий по разным причинам к тому, чтобы снова создать. Но этот вопрос постоянно обсуждается на встречах, на международных встречах, которые практически ежегодно происходят, происходили во всяком случае. Не знаю, но насчет ограничения, такого не было ограничения по численности, и я считаю, что в этом не было необходимости. Пусть она небольшая партия, пусть она небольшая, но если она отвечает коренным интересам рабочего класса, то есть, которая на стране создана и отвечает условиям приема, которые были вот изложены на втором конгрессе, то не должно быть никаких ограничений, считай, в этом плане. Ну, в то время, понятно, были свои какие-то определенные требования, а сейчас-то они будут представители, да, вот у них там 6 или сколько, 4 партии парламентские, ну, да ладно, там 4, они по очереди выступили на том, что, может быть, договорились. Нет, но дело в том, что пока что вопрос не встал, вот мы сегодня уже создаем снова коммунистический интернационал, но когда он встанет вопрос, я думаю, что опыт третьего коммунистического интернационала будет учтен, и вот эти вот 21 условия, которые были приняты, я думаю, что они вполне подходят и для нашего времени, и для нашего времени вполне подходят. Тем более, что, вот как вы, может быть, вы заметили, что на первом конгрессе, значит, было участвовали делегаты от 30 партий из 21 страны, то есть из, да, из некоторых стран, не одна партия участвовала. Нет так, чтобы с одной стороны там 100 партий было. Ну, не было, да. Их же не выслушаешь все. Каждому по 15 минут, дай слово, и все, и вот, полгода только за себя. Ну, я не знаю таких стран, где-то так много коммунистических партий, как вы говорите. Ладно, хорошо, если хотите добавлять новые пункты, как насчет старых пунктов, по поводу того, чтобы каждая партия обязана переименоваться... Да, в коммунистическую, да, если она называлась по-другому, да. Да, но это было до того, как в Европе условились фашистские режимы, да, исторические, а в условиях как раз фашистских режимов, да, официально преследование коммунистических партий, это как бы, ну, опасно. Да, 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 да. Ну, может быть... Передавать партию, это означает прийти на нелегальное положение. Может, стоит оказаться от данного трещинка нашего? Нет, значит, дело в том, дело в том, что, может быть, одна из причин это и была, что был распущен интернационал, что партии могли изменить свое название, уйти в глубокое подполье, все может быть, но дело в том, что целый ряд причин, которые привели к распуску, особенно, значит, такие моменты, когда в некоторых странах, в некоторых странах заявляли, что, ага, раз вы стоите в коминтерне, то вы шпионите на советскую Россию, да, и поэтому вы, как бы, шпионы против нашего государства, и вы, как бы, вам место в тюрьме или еще похуже. То есть это вот одна и такая причина способствовала распуску этого интернационала, потому что шла война, очень суровые условия тогда были существования не только рабочего, ну, не только трудящихся массы рабочего класса, но особенно для коммунистических партий, были очень суровые условия вот в этой годы Второй мировой войны. Можно поспорить, что интернационал был распущен уже к тому моменту, да, примерно, как, может, 5-6 лет в Америке, вот все наступало, как он называется, маккартизм. Абам, маккартизм, конечно, да, продолжали, он не возник, он не возник после распуска интернационала, он существовал, вот, и преследование коммунистов там существовало, оно просто продолжалось, несмотря на то, что был распущен коминтерн. То есть, как бы, его существование никак на это не повлияло? Нет, почему? Скорее всего, повлияло, как-то влияло, ну, не знаю, я затрудняюсь сейчас привести какие-то факты, примеры, у меня нет просто ничего подтверждающего или опровергающего вот это положение. Смотрите, в тщате у нас вопросов нету, поэтому давайте я последний, наверное, задам на сегодня, будем сворачиваться уже. Вот определение, которое было как раз дано фашизму, и так по поводу того, что это, прежде всего, относится, ну, к финансовым капиталам, то есть, капиталу, который слился в войди на банковские промышленные. А вот те споры, которые ведутся в последнее время, да, и причины расхождения с европейскими компартиями на сегодняшнюю ситуацию, не связаны ли они с тем, что у нас далеко не во всех странах присутствует финансовый капитал, свой собственный? А, ну, собственного может и не быть, но мировой финансовый капитал, он распространяется на все страны. Он, как бы, влияет на экономику и политику всех государств мира практически. С этим нельзя не согласиться.